Итак, первые шаги партнеров в бизнесе – полное погружение. Весь наш курс, наш цикл школ, он состоит из определенных этапов. Это те этапы, которые проходят партнеры, которые проходят потенциальные партнеры. И, соответственно, зная о существовании каждого из этих этапов, ты как можешь подготовиться, как перед экзаменом. Когда ты знаешь, какие будут вопросы, ты знаешь, как к ним подготовиться. Если нужно, где-то подготавливаешь шпаргалку. Пока готовишь шпаргалку, информация у тебя еще лучше укладывается. Ты шпаргалку даже не достаешь на самом экзамене. Но, соответственно, то время, когда ты готовил эту шпаргалку, оно дает свои плоды. Поэтому вот такая небольшая шпаргалка о том, на что важно обратить внимание тем людям, которые хотят участвовать в партнерской программе, которые хотят достигать действительно высоких целей, высоких планок благодаря партнерской программе. И кроме того, что сам достигаешь высоких каких-то результатов, ты еще и помогаешь большому количеству людей. И идет вот такой вот замкнутый круг, так сказать, круг успеха. Когда ты сам становишься, ты сначала сам обучаешься, потом ты делишься этой информацией с другими людьми. Ты отбираешь тех, кому так же, как и тебе, интересное развитие. И постепенно, постепенно, постепенно развивается команда. Чем большему количеству людей ты можешь помочь сделать то, что сделал ты, тем, соответственно, все более довольны результатами. И начинается все с чего? Начинается с постановки целей. Без четкой формулировки, чего ты конкретно хочешь в твоем конкретно бизнесе, это касается не только бизнеса, но если мы говорим о бизнесе, то здесь тем более, если ты конкретно не поставишь себе дату, конкретно нужный объем, не разобьешь этот объем на кусочки, которые ты будешь выполнять на регулярной основе, то таким образом цели никогда не превращаются в мечты. Сейчас мы кратко по каждому из этих пунктов пройдем. Дальше, после этого, мы разбираем рынки потенциальных участников команды. То есть, простыми словами, где брать людей? Это один из самых востребованных вопросов. Это, ну, так сказать, для кого-то это самый больной вопрос. Но как только вы создадите вокруг себя изобилие людей и создадите себе проблему не где брать людей, а проблема как бы успеть обработать входящие заявки, и ваш бизнес будет развиваться совсем по-другому. У вас будет совсем другое отношение и к людям, и к отбору людей к себе в команду. Поэтому вот отдельный этап – это рынки потенциальных партнеров, это где брать людей. Как проводить переговоры, что говорить. Следующее – как завершать сделки. Как работать с возражениями и нужно ли с ними работать. И как создать команду из самостоятельных партнеров, которые могут самостоятельно узнать информацию, которые могут самостоятельно передать информацию дальше. И, соответственно, а ты в это время продолжаешь развиваться. То есть, ваш бизнес будет развиваться ровно столько, сколько будете развиваться вы. Поэтому, когда твой бизнес в удовольствии, тебе никогда не хочется его останавливать. Соответственно, ты продолжаешь развитие, и твоя команда продолжает делать то же самое. Итак, первый блок – это коротко о целях. Когда вы ставите цели, очень важно, желательно как минимум раз в месяц, лучше раз в неделю, а лучше еще лучше, если у вас есть какой-то блокнот или в электронном виде в вашем смартфоне и у вас есть привычка просматривать и обновлять свои цели. И когда вы только начинаете бизнес, очень важно определить свои одну-три жгучие цели, почему вы не остановитесь при первой, второй, третьей, десятой неудаче. Ну что значит неудача? При первом-десятом отказе, при двадцатом, когда вам представьте, 50 человек сказали, что ты себе установил какое-то не то приложение и вообще ты занимаешься какой-то фигней. Вот почему вы не остановитесь? Конкретно ваши цели должны быть написаны на бумаге. Одна, три жгучие, еще штук 20, которые вы действительно хотите, чтобы они были в вашей жизни, желательно, чтобы это были не эгоистичного плана только. То есть нужно еще и о ком-то другом подумать. Но первые три, первые три часто они как раз должны быть направлены на себя. Потому что люди в большинстве своем все-таки, ну вот не хочу никого обижать, но все-таки в первую очередь люди думают о себе, о том, как бы себе было вкусно, как бы себе было тепло, как бы себе было комфортно. И когда тебе говорят, тебе там кушать сегодня нечего, а тебе говорят, ты подумай о том, как ты будешь спасать мир, таким образом человек ставит себе не свои цели. И поэтому его утром и тяжело поднять с постели, чтобы он начал двигаться в этом направлении. Ставьте свои настоящие цели, тогда вы начнете двигаться, накормите себя, сможете накормить и весь мир. Итак, цель должна быть обязательно конкретна. Она должна быть не в голове, она должна быть обязательно записана. Желательно на бумаге, можно на электронном, то есть везде, где бумага, ставьте слэш. И если вам комфортно работать через ноутбуки, через планшеты, смартфоны, значит записано у вас там, где вам комфортно. Но записано, потому что все, что не записано, то забыто. Второе относительно цели, это то, что она должна быть записана обязательно в позитивном ключе. Вот наверняка вы сами замечали, может быть, и за собой о том, что, ну, есть такие формулировки, типа, я не хочу вот работать на дядю. И вот очень часто люди, которые ищут для себя якобы даже новые возможности, обращаются ко мне через интернет, и они мне рассказывают, чего они не хотят. А конкретно, чего ты хочешь, сколько ты хочешь зарабатывать, когда ты хочешь столько зарабатывать. Ну, вот хотя бы по чуть-чуть, и не хочу никуда устраиваться, чтобы мне кто-то там указывал. То есть ты формируешь ту картинку, которую ты не хочешь, и ты в такой же картинке и живешь. И если вы в бизнесе будете точно так же себе ставить цели, то ничего хорошего не произойдет. Цель должна быть без частички не в позитивном ключе, конкретно, в конкретную дату, с конкретной стоимостью. Если это какая-то покупка, если это какое-то закрытие, достижение какого-то статуса, значит конкретная дата. И впускаем эмоцию. То есть прочувствуйте, как вы будете себя чувствовать, когда вы достигнете эту цель. И когда вы пересматриваете вот этот свой список целей, проживаете, вдохновляет вас вот эта цель, вы будете ради нее двигаться или не будете. Если она вас перестала вдохновлять, вам нужно найти то, что вас действительно вдохновляет. Если вы прямо сейчас не понимаете что, выделите себе время на то, чтобы помечтать. Потому что если вас сейчас ничего не двигает, вы просто будете постоянно мучаться, заставляя себя просто зарабатывать деньги. Просто это так не работает. А если вы выделите себе время на то, чтобы помечтать, на то, чтобы поперебирать и использовать одну из моих любимых, у меня есть любимая фраза. А что если? А что если я вот это? А что если я туда поеду? Ну не вдохновляет. А если я куплю такую автомобильную? Ну не вдохновляет. А если я вот помогу родителям? А что если я куплю ребенку такой детский уголок? И вы найдете то, что вас действительно вдохновляет. Вы упакуете это в что-то конкретное, запишите это, сформулируйте в позитивном ключе, укажите, когда вы это хотите, сколько вам для этого нужно денег, прожили и вперед. Сразу начинаете действовать уже с новой энергией. Есть крутая формула, которую я переняла у Ицхака Пентасевича, которая звучит минимум 100% максимум. Эта формула работает так, что иногда очень сложно поверить в тот максимум, который ты бы хотел достичь. И таким образом человек как бы заведомо сдается. То есть он как бы и хочет этого достичь. Он хочет выполнить товарооборот 40 тысяч долларов бокового оборота, чтобы его пригласили в Кейптаун. Но логикой он не может себе объяснить, как он это может сделать. Запишите себе, что, например, это ваша максимальная цель, которую вы хотите достичь в ближайшие 45 дней. 100% вы принимаете решение, что хотя бы 20 тысяч товарооборота я сделаю. И минимум, ну минимум это 10 тысяч, ладно, вот 10 тысяч я сделаю на 100%, прям на 1000%, потому что вы раскладываете сумму 10 тысяч на определенное количество регистраций. В принципе себе отвечаете, ну да, в принципе это реально. Вот все цели, которые вы ставите, попробуйте их разделять на вот такие отрезки. Минимум 100%, максимум. И вы увидите, насколько вам проще будет относиться, насколько у вас более простым будет ваш план. Сейчас я дальше тоже покажу пример плана, вот достижения именно вот такого плана цели. Здесь вот смотрите, пример. 1 декабря, то есть ответ когда. Что вы получаете? Я лечу на открытие Phenom Ecosystems за счет компании. Конкретно когда и что мне нужно сделать? Мне нужно сделать товарооборот. Минимум 100% и максимум. Дальше ту цель, которую вы себе определяете, ее нужно разложить на простые действия. Какое количество действий вам нужно сделать? Не просто вот у меня есть цель, я не знаю откуда оно появится. Так как бы тоже бывает, это тоже работает, но реже. Чаще работает и визуализация, и отпускание своей цели на взаимодействие с вселенной. Но в то же время нужно понимать, какие конкретно действия тебя ведут к результату. Например, если мы берем за пример, что вам нужно сделать товарооборот 20 тысяч долларов бокового оборота. Если вы сейчас совсем новичок, у вас вообще нет команды, то, соответственно, если 20 тысяч это боковой оборот, то еще, к примеру, 5 тысяч долларов, чтобы у вас было еще, допустим, в одной ветке. В среднем, допустим, мы берем, что промоушен на Cape Town у нас заканчивается 15 ноября. Это не в среднем, он заканчивается. В среднем мы берем 45 дней, полный октябрь, например, если человек начинает действовать с 1 октября и до 15 числа ноября. 45 дней. И смотрим, каким образом эта цель может быть достигнута. 25 тысяч оборота при регистрациях на 500 вам, соответственно, нужно сделать 50 регистраций. При регистрациях на 3000 долларов вам, соответственно, нужно зарегистрировать 9 человек. У вас уже сфокусировано, вы понимаете, кто вам нужен, какой объем нужно сделать и на что нужно фокусироваться. Это пример. Дальше раскладываем еще, еще на более простые действия. Для того, чтобы у вас произошло 10 регистраций, вам в среднем нужно провести около 100 презентаций. То есть 100 просмотров полноценных видео. Не одноминутного видео, а полноценных мероприятий, которые у нас проходят по средам, по четвергам, по субботам. Или в дневное время от руководства компании, или в записи человек посмотрел. И, соответственно, вы тогда понимаете, какой объем людей должен посмотреть ваши мероприятия за определенный период времени. Здесь очень важно именно к этому примеру. И я уверена, что вам будет это полезно, потому что мы с вами сегодня говорим о развитии партнерской программы. Что статистику нельзя оценивать на маленьких цифрах. То есть, если вы от вас 10 человек посмотрели онлайн мероприятия и никто не зарегистрировался, это нормально. Особенно, если вы новичок. Если от вас 20 человек посмотрели мероприятия и никто не зарегистрировался, это нормально. Во-первых, людям нужно время для принятия решения. Во-вторых, есть такое понятие, как подогрев внутренний, если вы работаете с незнакомыми людьми. Сейчас мы дальше тоже поговорим об этом. Если вы особенно новичок, то вам нужно отработать большее количество встреч, вот таких презентаций для того, чтобы начали с регистрации. И может быть, вы будете уже на 80, на 70, на 75, на 99, и у вас потом пойдут подряд несколько регистраций. Потому что вы к этому моменту будете уже более качественны, у вас будет уже более, вы будете более сами наполнены информацией. Большее количество людей, как это сказать, ну, они подогреются, изучат информацию. И бывает такое, что потом вот как простреливают. Поэтому не нужно статистику оценивать на маленьких цифрах. То есть один из десяти, но на больших цифрах. И, конечно, она бывает и лучше. Дальше. Факторы доверия. Люди регистрируются, когда они доверяют вам, когда они доверяют компании. Чтобы этот момент регистрации приблизить, работайте и обращайте внимание, насколько вы открыты, насколько, если вы особенно работаете с незнакомыми людьми, насколько вы открыты, насколько люди могут к вам лично обращаться, насколько у вашей аватарки соответствует вашим. Ну, человек смотрит на вашу аватарку, он видит вас или кого-то закрытого, кого-то в очках, кого-то там цветочек вместо вас, у кого-то там собачка или компьютер. И это все создает дополнительную преграду для доверия. Чем больше вы открыты, тем больше люди вам доверяют, тем быстрее они принимают решения. И второй момент – это польза, которую вы даете людям, помимо того, что просто даете им информацию о мероприятии. То есть подумайте, чем вы можете быть полезны, какой информацией вы можете делиться с людьми, какой бесплатной пользой. Чем больше пользы, больше открытости, тем выше уровень доверия. И, соответственно, тем, ну не то, что больше людей регистрируются, а тем больше людей хотят быть вместе с вами. Вы на себя посмотрите, к кому бы вы быстрее присоединились. К тому, кто продает или к тому, кто открыт к вам по-человечески и еще и постоянно дает какую-то полезную информацию. Следующий момент – это собственный пример. То, та подписка, на которой лично находитесь вы, имеет большое значение на принятие решения другими людьми. Если вы сами находитесь на минимальных подписках, то это говорит об определенном уровне доверия. Вас к своему бизнесу, об определенном подходе вас к своему бизнесу. Это чувствуется через общение. Люди напрямую спрашивают у вас, на какой вы подписке. И приблизительно такой же вариант они выбирают. И следующее, что важно, это промоушен. Это самим участвовать в промоушене, это сообщать людям о промоушене. И это, соответственно, помогает быстрее достигать цели в бизнесе всегда. Если вы возьмете себе за правило участвовать на 100% во всех промоушенах, вы увидите, как быстро будут достигаться ваши результаты. Ну и относительно этого, именно этого примера, то здесь по пути достижения своей цели вы еще и зарабатываете около 2000 долларов, при том, что товарооборот в этом, ну вот 2000 долларов вы зарабатываете в среднем, если этот оборот у вас проходил в первой-второй линии. То есть в среднем это около 8%, и в среднем вы вот такой доход заработали. Так, я думаю, что по целям, здесь коротко мы с вами поговорили, все понятно. Напишите, пожалуйста, плюсик, кому сейчас понятно, как нужно прорабатывать свои цели. Плюсик либо единичку, и мы тогда пойдем дальше, чтобы долго не задерживаться. Это тоже, это прям фундамент перед любыми действиями, которые вы делаете относительно своего бизнеса. Перед всеми приглашениями, перед какими-то презентациями, перед упаковкой, перед рекламой. Нужно четко, конкретно понимать, что ты вообще делаешь, какая твоя конкретно цель. Цель сегодня на приглашать людей или цель сделать какую-то покупку, куда-то поехать, получить приглашение, достичь какой-то квалификации. Что только вот такие цели действительно будут показывать вам ощутимый результат. И то, о чем мы только что сказали, это доверие. Отключайте, пожалуйста, микрофоны. Думаю, что без этих телекрасок уже будет попроще. Так. Все, да? Разобрались с микрофонами. Идем дальше. Чем выше уровень доверия, тем, соответственно, человек больше хочет находиться вместе с вами. Ну, а с точки зрения продажи, то, соответственно, он больше готов к покупке. Теперь. Есть различные способы, где брать людей к себе в команду. И в зависимости от того, какой из этих методов вы выбираете, от этого и зависит, на каком уровне доверия человек находится уже к вам, насколько он вам уже доверяет, насколько он информацией может узнать о вас, о вашем бизнесе. И от этого, опять же, зависит скорость его принятия решения. Коротко, так как здесь у нас 15 способов, я постараюсь меньше минуты на каждый тратить, чтобы мы с вами прошли сегодня полностью, как и договорились, все погружение. А конкретно уже вы сможете посмотреть либо информацию о прошедших мероприятиях в записи, либо прийти уже на новый обучающий курс и там получить самую актуальную информацию по всем из этих способов. Итак, первое, это, конечно же, социальные сети. Обращайте внимание, перед тем, как начинаете приглашать людей размещать какую-то информацию в своих социальных сетях, как оформлена ваша страничка. Первое впечатление можно произвести только один раз. Вот человек зашел, посмотрел на вашу аватарку, посмотрел на ваше описание и вышел. Либо он зашел, по диагонали вот так вот посмотрел, понравилось и он решил, даже не то, что понравилось, а что-то зацепило. И он тогда начинает изучать информацию более подробно, смотреть, а что же тут такое происходит, а почему здесь так ярко, почему здесь так вкусно, почему здесь пахнет, так сказать, деньгами, успехом или открытостью от человека, искренностью. И тогда человек смотрит дальше. Поэтому обращайте внимание на свои аватарки, на свои обложки, на описание, на пользу в описании, какую пользу может получить человек. Никакой вы красавчик, а какую пользу человек может получить, если он обратит внимание именно и задержится на вашей страничке. Чему вы можете ему научить, что вы можете ему конкретно сейчас, вот что ему сейчас нужно сделать, чтобы он почувствовал пользу от вас. Вот это и пишите у себя в описании, в своих профилях. Дальше. Стратегическое планирование и введение социальных сетей по контент-плану. Иногда бывает перегиб в направлении бизнеса, и тогда теряется человечность. Люди, ну, люди социальные существа, люди хотят объединяться с людьми. Есть, это, знаете, это относится, если вы хотите себе командных игроков. Вот если вы отбираете себе в команду и хотели бы работать с людьми, которые будут именно с вами. Если вам все равно кто, это не мой подход. Если вам, ну, как бы, я не против никого, но мне комфортнее работать с теми людьми, которые на 100% так же, как и я, развивают бизнес. Тот, который развиваю я. Они те, которые им некогда не посмотреть ничего, им некогда зайти, им некогда, все некогда, у него там миллион каких-то матриц, там еще чего-то. Вот этим людям на человечность не особо. Они смотрят, как я тут могу зайти и когда я могу отсюда выйти. Если целиться на людей, те, которые хотят работать с людьми, то есть они выбирают себе человека, то, соответственно, у вас на странице должны быть вы. И информацию, которая размещается, хорошо размещать в такой пропорции. 30%, 30% и 30%. Запишите себе и проверьте, какой у вас будет отклик. 30% это у вас, это ваша реальная жизнь, это, может быть, ваши фотографии, ваши размышления, ваши какие-то осознания. Следующий 30% это польза для вашей целевой аудитории. И 30% это о вашем бизнесе, может быть, предложение, может быть, какое-то, что, ну, какие-нибудь там чеки, какая-нибудь там такая цепляющая, именно бизнес-информация, предлагающая человеку узнать подробнее, обратиться к вам, перейти к вам в чат и так дальше. Аудио-видео сообщения в личные сообщения работают лучше, чем текстовые. Об этом сейчас долго не буду рассказывать. Добавление новых людей себе в друзья. Это нужно делать постоянно, чтобы у вас не было никогда недостатка людей. Вот если вы сейчас только завели социальную сеть, если у вас нет постоянных запросов в «Расскажите подробнее о вашем бизнесе», значит, вам нужно работать над увеличением входящего трафика. Следующий комментарий друзьям, известным личностям. Не просто лайкнул и просто написал «Супер, круто» и так дальше. А человечные, искренние комментарии всегда привлекают людей. Они, если вы выбираете себе несколько людей, которых вы постоянно комментируете, которые вам интересны, то со временем они также заходят к вам. Им интересны ваши комментарии, им интересно узнать подробнее о вас. Они заходят к вам на социальную страничку, и она-то у вас уже и подготовлена. Поэтому можно прям точечно каких-то себе выбирать таких аватаров. И плюс просто по списку знакомых, по списку друзей, по, как это, например, заходите в группу, которая резонирует вам по бизнесу, по личностному росту, выбирайте там самые крутые посты, которые набрали много лайков, выбирайте оттуда людей, которые лайкнули эти посты, значит, у вас с ними одинаковый образ мышления, одинаковые ценности. Выбирайте их, и заходите на странички, пишите искренние комментарии. Люди любят живых людей, живых, которые хотят общаться. Вот вы начинаете, делаете первый шаг, люди делают второй. Главное, чтобы у вас страничка, вы были живыми, и это было видно на ваших страницах. Знакомство с новыми друзьями, которые добавляются к вам сами. Не просто добавляем, а узнаем, почему человек решил добавиться к вам в друзья. Следующая бизнес-страница, это касается Фейсбука, потому что в Фейсбуке на личном профиле там ограниченное количество друзей, по-моему, 5000. И если вы будете активно добавлять друзей, то в какой-то момент они просто у вас перестанут помещаться, и вы тогда задумаетесь о создании бизнес-страницы, где люди смогут подписываться на вас. Поэтому можно это делать уже заранее, пока еще список друзей не перелимичен, можно делать это уже заранее. Авторские полезные видео работают очень круто, когда вы просто делитесь с человеком пользой, когда вы эту пользу транслируете в целевые группы под 10 пунктом, свою пользу вы делаете репостом без какой-то продажи, без каких-то приглашений на мероприятия. Просто польза всегда привлекает людей к вам на страницу, чтобы узнать, о чем вы занимаетесь. Девятый пункт – это хэштеги. Мой выбор ставить не те хэштеги, как бывают люди, ставят хэштеги все подряд, всех подряд каких-то компаний, для того, чтобы только зайдите ко мне на страницу, и человек ищет вообще что-то другое, но вы поставили себе этот хэштег, и человек искал там какую-то другую компанию, а попал на ваш пост. Я выбираю ставить хэштеги именно под свой пост, чтобы те люди, которые целенаправленно ищут легальный бизнес, надежный бизнес, инвестиции, пассивный доход, вот ищут, вот они и найдут вас, а не через какие-то другие. Главное, ставьте вообще хэштеги, по которым люди смогут вас находить. Следующее – это реклама и продвижение постов в социальных сетях, целевых группах, телеграмме, и у различных блогеров. Это платная реклама, соответственно, которая дает вам постоянный приток трафика. Ежедневные сторис в социальных сетях очень хорошо работают, люди знают, что там всегда есть что-то свеженькое, вы это красиво упаковываете, если не умеете, значит, обучаетесь. Очень много информации в интернете, чтобы показать, даже без особого обучения, вы когда будете видеть, как это делают другие люди, главное делать. Вот, главное, не бояться сделать что-то не так, а главное делать. И через сторис очень хорошо люди обращаются. Следующее использовать можно объявления, использовать то, что я использую, это персональный телеграм-чат. Это очень хороший, на мой взгляд, способ утепления людей, чтобы люди могли узнать больше о вас, узнать больше о вашем бизнес-предложении. Вот человек узнал первое, где-то он зацепился в социальной сети, и после этого он переходит в ваш чат, который уже подготовлен. И не бойтесь, если у вас сейчас его нет, и там завтра будет один человек, два человека, три человека, зато они будут видеть, как ваш чат растет. Как там появляются первые десятки, потом сотни людей, потом тысячи. И со временем это будет большой чат, в котором люди будут постоянно добавляться, и, соответственно, там вот этот период, он будет постоянно сокращаться. То есть регистрации будут постоянно идти, потому что раньше вы сделали большой объем работы. И супертренд 21-го года, это так же, как вот и 14-й. 14-й, 15-й – это способы, которые я просто обожаю. Тик-Ток – это супертренд 21-го года. В Тик-Токе сейчас год экспертного контента. И если вы заходите сейчас в Тик-Ток, то у вас есть большая вероятность получить себе большой объем трафика. Потому что такие социальные сети, как Инстаграм, как Фейсбук, как любые другие, те, которые уже как бы известны давно, они уже в большей степени зарабатывают на пользователях. То есть если ты хочешь продвинуться, тебе надо купить платную рекламу. Тик-Ток сейчас занимает свои позиции. Сейчас уже, кстати, вот вчера, по-моему, я увидела информацию о том, что уже миллиард пользователей в Тик-Токе. Представляете? Миллиард человек, которые… И при этом Тик-Ток очень щедро дает просмотры. Вот чтобы вам получить 10 тысяч просмотров на Ютубе, вам нужно очень хорошо постараться. Постараться либо контентом, либо рекламой. Для того, чтобы получить 10 тысяч просмотров в Тик-Токе, это в 100 раз легче, чем где-либо это сделать. Поэтому Тик-Ток – это крутой способ привлечения трафика. Поэтому рекомендую. Как увеличить конверсию при ведении людей? Максимально быстро делайте упор на то, что вам нужно не вести переписки, а на то, чтобы выводить человека на созвон, на личную встречу. Как только вы сделаете на этом фокус, вы увидите большее количество людей, которые приходят к вам на встречу. И, соответственно, личный контакт, он всегда работает лучше, и человек повышает уровень доверия, он видит вас как открытого человека. Вы можете также ему больше передать именно ту информацию, которая ему нужна. Вы либо ваш наставник. Встречи мы проводим с наставником, особенно в начале. То есть первое, что увеличит конверсию, это максимально быстро выводить на встречу. Второе – это делать несколько касаний. Не один раз списались с человеком или один раз он посмотрел ваше видео, А есть определенная такая статистика, что через 48, максимум 72 часа человек просто отвлекается, он забывает, он просто забывает, отвлекается на свои бытовые дела. И если даже человеку интересно, и он сказал, что он будет регистрироваться к вам через месяц или через две недели, или когда получит зарплату через 10 дней, и если вы за это время ему не дадите больше никакой информации, то этот человек просто остынет. Остынет, отклютится, найдется кто-то другой, который завладеет его вниманием. Поэтому делайте несколько касаний, давайте людям полезную информацию, приглашайте на мероприятие. Минимум один раз в неделю, но лучше раз в три дня. У нас часто проходят мероприятия, пару раз, два-три раза в неделю вы можете один раз отправить новости, один раз сообщить о промоушене, один раз сообщить о мероприятии. Таким образом, человек будет всегда в информационном поле, и еще больше, у него будет только разгораться желание побыстрее присоединиться к вам в команду. Простая технология, о которой мы уже неоднократно говорили, это простая технология увеличения роста вашего бизнеса. Первое, что вы делаете, вы даете человеку коротенькое видео, из которого он узнает, он зацепляется, он слышит свою боль и слышит, что есть решение этой боли. После этого он обращается к вам, вы ему даете более подробную видео информацию, либо в прямом эфире, либо приглашаете этого человека в прямой эфир на мероприятие, если это мероприятие, например, вот как у нас завтра в среду будет, либо, если до мероприятия далеко, то вы приглашаете человека на мероприятие в записи, он смотрит это мероприятие, после этого обращается к вам за консультацией, после консультации либо он переходит в список людей, которых вы ведете, и каждые 48-72 часа даете полезную информацию, тем самым отфильтровываете, ему интересно действительно или неинтересно, либо он принимает решение и подключается. После этого включается в обучение, так же, как и вы, вот сейчас находитесь на обучении, и после этого постоянно, так же, как и вы, если у человека цель действительно достичь серьезной цели по партнерской программе, а не просто быть пассивным наблюдателем, инвестором, то, соответственно, нужно постоянно работать над входящим трафиком, чтобы заявок на получение вашей консультации было больше, чем вот это вот где брать людей, где, 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 чтобы вот этого где, где, где не было, нужно создать себе, найти вот эту вот золотую жилу, которую надо тебе, ты заплатил деньги своему рекламщику, он тебе этот трафик сделал, надо тебе, ты опубликовал где-то объявление, от тебя оттуда люди пошли, тебе в социальной сети ты знаешь, что ты можешь всегда делиться с людьми пользой и так дальше, то есть, где брать людей, мы с вами разобрались, с трафиком, я думаю, проблем вообще не может быть, если ты берешься серьезно за развитие своего бизнеса. С4 – это формула, которая, в принципе, которую я только что рассказала на предыдущем слайде, но для простоты восприятия. Первое – человек слышит ваше приглашение, свое решение, он слышит свою проблему и решение своей проблемы, что оно существует. После этого смотрит видео, после видео приходит к вам на консультацию, особенно в начале нужно проводить такие консультации с вашим наставником. Цель консультаций, которые проводит ваш наставник, для вас – это обучение. Первые 5-10 встреч вам нужно научиться проводить встречи самостоятельно. После 10 встреч вы можете уже быть готовым к тому, чтобы проводить самостоятельно, А будете проводить с наставником или нет, это вы решаете уже индивидуально с наставником. Но первое лучше делать со своим консультантом. После этого идет на прямую трансляцию и на завершение сделки. Одноминутная презентация. Это ответ на то, что говорить. Людям на самом деле мало важно те тонкости, нюансы, которые знают партнеры, которые уже, знаете, собраны, когда много информации ты изучил. На первом этапе человеку интересно, в каком направлении вы развиваетесь, что нужно делать и сколько можно зарабатывать. Остальные моменты его вообще не интересуют. То есть обычно, ну вспомните, что задают люди, с чем это связано, как это работает, что нужно делать, сколько можно зарабатывать. Вот это вот то, что интересует людей. Вот когда вы даете человеку первую информацию, это может быть через stories, это может быть через звонок, это может быть встреча своего соседа, это любое касание, в котором вы видите потенциального своего клиента, у вас должна быть вот такая одноминутная презентация, отвечающая на эти три вопроса. Что за компания? Это один из примеров. Компания, с которой я сотрудничаю, создает глобальную экосистему на базе мобильного блокчейна и платит за свободные ресурсы моего смартфона. Это абсолютно безопасно и не требует дополнительных навыков. Я пользуюсь смартфоном, как и обычно, и получаю ежедневно деньги. Лучше работает, если сюда поставить какие-то конкретные суммы. Можно суммы не ставить. Можно говорить примеры, например, других людей. То есть я, например, получаю ежедневно деньги, а люди, которые сотрудничают с этой компанией уже полгода, получают кто-то сотни долларов, кто-то тысячи долларов, и не только в месяц, а даже в неделю. Тебе это может быть интересно? И смотрите на реакцию человека, да, значит, приглашаете его на онлайн-встречу. Универсальная формула, вот это я бы очень рекомендовала запомнить, чтобы запомнить, соответственно, записать. Это формула завершения сделки, причем на каждом этапе. Вот в начале, когда вы только звоните человеку, ваш даже одноминутный звонок идеально, чтобы он тоже был по вот этой формуле. Когда вы проводите встречу, идеально, чтобы она была по этой формуле. Когда проводите мероприятие, тоже по этой формуле. Идеальная формула. В начале привлечь внимание человека, отвлечь его от того, чем он до этого занимался. Своим тембром, голосом, звоном, каким-нибудь сказать, отложи сейчас все, что ты делаешь, у меня для тебя важная информация. Там еще что-нибудь. То есть максимально сделать так, чтобы человек услышал, не просто слушал там одним ухом, а при этом варил макароны, а чтобы он вас услышал. Внимание. После этого проблема, которая вы знаете, что этого человека потенциально может заинтересовать. Например, помнишь, ты мне говорил, что тебя достал твой начальник, и ты бы так хотел побыстрее уволиться со своей работы. То есть говорим именно о той проблеме, которая волнует этого человека. Ваших видео тоже, когда вы записываете, представляйте, для кого вы записываете это видео. Для домохозяйки, значит, говорите проблему домохозяйки. Для человека, который на пенсии, значит, на пенсии. Для инвестора, который потерял уже кучу денег в разных пирамидах, значит, говорите для него проблему какого-то человека. После этого говорите, что есть решение, есть компания, которая то-то и то-то. И для того, чтобы узнать подробнее, тебе нужно сделать, нажать на вот эту ссылку, перейти ко мне, написать цифру в чате, перейти ко мне в чат по вот этой ссылке, конкретно, что должен сделать человек завтра прийти на мероприятие. Конкретно, внимание, проблема, решение, действие. Друзья, напишите, пожалуйста, в ЭПРД в чате, кто сейчас запомнил и кому откликается вот эта формула. Это очень важно. Можно на одной только вот этой формуле делать бизнес. Когда ты понимаешь, когда ты теряешь один из этих пунктов, все, что ты делал, оно просто обнуляется. Потому что не выявляется у человека потребность, не говорится, что ему конкретно сделать, не тыкается ему в его боль, он думает, что у него жизнь прекрасна. Вот сейчас он может просто забыл, он-то уже после работы и дома у него все приятно. Отлично, Владимир. Да, на практике прям вот можете сегодня, максимум завтра тоже. 48 часов информация держится у вас, после этого она обнуляется. Дальше. Одни ищут повод, другие ищут повод уйти, другие ищут повод остаться. И иногда, особенно в самом начале, новички настолько стараются увлечь одного единственного своего потенциального партнера, что не хотят поверить в то, что этот человек просто ищет повод для того, чтобы в его жизни ничего вообще не изменилось. Поэтому, когда вам человек начинает возражать, когда он не хочет прийти на мероприятие, не хочет прийти на встречу, задайте ему просто вопрос, а ты действительно хочешь разобраться? Если он говорит да, то вы ему говорите призыв к действию, значит тебе завтра нужно быть на этом мероприятии. Все, он получит там ответы. Если он не хочет, значит он не хочет ничего менять. Если он не может, мы можем в два пути. Либо сказать, когда будет следующая встреча, тебя позвать, да, позови, позовите на следующую, посмотрите опять, будет у него повод прийти или повод не прийти. И еще одно из возражений, когда человек вот в чем-то очень сильно уверен, но не изучил информацию, и вы можете у него спросить. Если ты получишь подтверждение обратному, ты подключишься, и соответственно вы опять же увидите реакцию человека. То есть чаще всего люди, которые очень настойчиво, вот у них своя кардинально негативная позиция, на них лучше время не тратить. Лучше ищите людей с желанием, а не с сопротивлением. Это относительно возражений, но, конечно же, больше техник работы с возражениями, мы у нас прям целая отдельная школа по работе с возражениями. Это очень кратко, то, которое можно прям уже завтра начать применять. Хочешь разобраться, пойдем. Не хочешь, окей, да, нет, следующий, ищем людей с желанием. Но техники работы с возражениями есть прям отдельным блоком. Люди смотрят на ваше состояние. Не важно то, что, не столько важно, что вы говорите, а важно, как вы это делаете. И ваша внутренняя уверенность, она подкрепляется пятью золотыми правилами. Я по себе наблюдаю, что если вдруг я чувствую, что что-то у меня пропал, энтузиазм, что что-то какое-то, мне кажется, бизнес какой-то не такой, или что-то еще не так, или я мало денег зарабатываю, я обращаю внимание на пять правил. Какое-то из этих пяти правил, скорее всего, я перестала делать. Вы тоже можете обратить внимание. Если вы будете выполнять эти пять правил, ваша уверенность всегда будет на сто процентов, как минимум в себе, в своем бизнесе. Вы всегда будете знать. У вас тонус будет, вот этот бизнес-тонус. А какую вы будете информацию, где брать, это вы всегда сможете посмотреть на обучение. Значит, пять правил. Первое. Всегда быть на связи со своим вышестоящим консультантом. Это всегда вам, если вдруг ваш вышестоящий консультант куда-то делся, пропал, смотрите на вышестоящего, достучитесь до него, договоритесь о том, что вы будете выходить на связь именно с ним. Следующее правило – это пользоваться продуктом. Это правило у нас с вами выполняется автоматически, мы каждый день этим пользуемся. Следующее – это посещение мероприятий. Желательно каждый день, хотя бы в записи, но быть на мероприятии. Вот каждый день пропитывайтесь информацией, подпишитесь на официальные ресурсы компании, на официальные ресурсы основателя компании. Всегда есть, что посмотреть. Каждый день нужно быть на мероприятии. Если каждый день не получается, поставьте себе планку хотя бы через день. Но если вы за неделю не были на одном мероприятии, то ваша встреча, ваша синхронизация с компанией, она будет постоянно угасать. Следующее – это инвестиция в себя, это саморазвитие. Минимум полчаса в день нужно уделять на саморазвитие. Изучение бизнеса, бизнес-литературы, литературы по партнерскому, по сетевому бизнесу и непосредственно информации по тому направлению, в котором мы с вами развиваемся. И следующее правило – это общение с людьми. Если вам кажется, что бизнес какой-то не такой, что люди какие-то не такие, посмотрите, с каким количеством людей вы общались вчера о вашем бизнесе. Если это ноль, то понятно, бизнес какой-то не такой, люди что-то не интересуются. Когда у вас постоянно идут встречи, назначаются встречи, минимум 5-10 человек в день от вас новых узнает о вашем бизнесе, у вас всегда будет уверенность, потому что вы будете видеть постоянные вопросы, постоянное желание разобраться, постоянный позитивный отклик. И собирать будете все больше историй успеха, все больше позитивных откликов, и ваша уверенность всегда будет на высоте. Так, потихоньку идем к завершению. И завершающий у нас этап – это, конечно же, когда люди, которых вы ведете, которые утепляются постепенно, кто-то быстро принимает решения. Ну вот этот человек включился к вам в команду. Что нужно сделать, чтобы ваш бизнес не останавливался? Во-первых, люди будут делать то, что делаете вы. Что бы вы им ни говорили, какую бы вы им систему ни передавали, они все равно будут делать, как дети, то, что делаете вы. Поэтому важно в этом помнить, что вы всегда, вот они за вами наблюдают. Вы их не видите, а они наблюдают. Что вам нужно сделать? Начать с себя, это первое. Следующее. Передать им систему. Пять правил, которые только что я сказала. Следующее. Пошаговая система действий, которая есть у вас, наверняка вы по ней сейчас работаете, либо вы можете ее взять у вашего наставника, если нет, значит, вам нужно ее прописать. Но когда человек включается, и у него нет своей, он не мега-лидер, ему нужно показать, какие простые первые шаги, что ему нужно сделать, на какие ресурсы подписаться, куда прийти, когда какие мероприятия, куда приглашать. И добавляйте вот на систему онлайн-мероприятий. То есть пошаговая система, аж как человеку запуститься. Следующее. Показать простоту. СИ-4. Приглашение, встреча, консультация, презентация, завершение сделки. Показать расписание онлайн-мероприятий. Добавить в чаты. Желательно познакомить с вышестоящими консультантами и со своей командой. Если вы ведете уже чат, если не ведете, я бы рекомендовала завести себе чат в Телеграме для людей, которые потенциальные, которые хотят узнать о вашем бизнесе. И второй чат я работаю именно с первой линии. То есть те люди, которые работают именно с моей, регистрируются именно ко мне к нам. Соответственно, свою команду я обучаю тоже иметь такой чат первой линии. Соответственно, когда человек к вам подключается, вы его добавляете в свой чат первой линии и знакомитесь с командой. Если вы уже в команде, то, соответственно, поприветствуйте нового человека. Если даже вы находитесь в чате своего спонсора и у вас чат не на миллион человек, а именно вот такая небольшая группа, то покажите, что человек пришел вовремя, что он попал в теплый коллектив. Человек поймет, что он принял правильное решение, потому что чаще всего со стороны его мало кто поддержит, потому что большинство людей не готово ничего в жизни менять. И когда кто-то вырывается и начинает в жизни свое что-то менять, ему все со стороны говорят, большинство говорят, ну блин, куда ты вляпался, ой-ой-ой, там все такое. Поэтому, когда человек включается, покажите ему всеми своими действиями, что он сделал правильное решение, принял правильное решение и вы его готовы поддержать на пути развития. И после этого проработайте с ним цели, помогите ему проработать цели, покажите статистику бизнеса, чтобы у него не было ложных ожиданий, но опять же, все под запрос. Если у человека есть цель работать по партнерке, значит показываем, прорабатываем. Если нет, запроса нет, ну на нет и, так сказать, суда нет, ничего нет. Нет запроса, нет ответа. И вот это очень важно. Когда подключается человек, с ним нужно договориться, лучше это прочувствовать еще до оплаты. Если чувствуете, что человек перекладывает на вас хоть какую-то долю ответственности. У меня недавно вообще был веселый такой мужчина, который вообще мне начал рассказывать о том, что это я заинтересована в том, чтобы он, что же там было там, у него не было Apple, у него какой-то телефон, в котором нет ни Play Market, ни Apple Store. И я ему предложила обратиться в поддержку, чтобы они помогли ему решить этот вопрос. Он сказал, что это моя заинтересованность. Представляете, что если бы, не дай бог, этот человек ко мне зарегистрировался, и потом бы какие мне претензии дальше предъявлял. Потом он мне сказал, а что это вы мне текстом пишете, что я должен читать текстом, вы мне голосом запишите. Ну, в общем, в итоге, конечно, этому человеку предложила найти другого консультанта, потому что я с ним работать не буду. Следовательно, когда человек у вас подключился, с ним нужно проговорить то, что 90% успеха его бизнеса, не то, что в жесткой форме, а просто расставить, кто что, какую ответственность несет, что вы можете ему помочь, подказать, где есть информация. 90% успеха его бизнеса, конечно же, зависит от него. И для того, чтобы... Давайте напоследок я еще отключу микрофон. Для того, чтобы действительно ощутить вкус победы, вам нужно быть готовым к вот этим двум параметрам. Это постоянство и настойчивость. Никогда не останавливайтесь за шаг до успеха. А вы никогда не знаете, какой шаг будет последним и какой шаг отделяет вас действительно от вот этой вот регистрации, с которой начнется прорыв в вашем бизнесе. Поэтому постоянство и настойчивость – это ключ к достижению действительно высоких результатов в бизнесе. На этом наше полное погружение сегодня, я считаю, состоявшимся. Для того, чтобы получить более детальную информацию, конечно же, я вам предлагаю пройти данный курс полностью, то есть каждый отдельный блок по целям, по приглашениям, по работе с возражениями, по завершению сделки. И тогда у вас, соответственно, вы будете, так сказать, в полном вооружении, в полной амуниции. На этом наше обучение я сегодня буду завершать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, их задавайте. Если вопросов нет, то тогда в следующий вторник, как я вначале и анонсировала, у нас будет техническая часть, на которой Юрий Барабанов покажет первые шаги с точки зрения технических вопросов по приложению, по бизнесу, именно технических. Где, что, какая кнопочка. Более подробный анонс мы сделаем ближе к следующему мероприятию.